И. Эй. Вообще похуй. Сразу хотел бы начать и затронуть, по моему мнению, одну из важнейших тем в ЕК-24. Это сборка ЕПК или же СБЧ. Конкретно пойдет разговор за Ultimate Team, за вот эти вот ЕПК. Зачем они нужны, какие они именно есть, какие стоит собирать, а какие не стоит собирать и почему. И главное понять, как правильно все-таки собирать ЕПК и СБЧ, чтобы с максимальной выгодой, но при этом с минимальными затратами на эту же сборку. Собираем максимально быстро, открываем в итоге кучу паков, получаем огромную дозу дофамина, кайфуем по жизни, ну а иначе зачем вообще это играет, для чего мы вообще здесь собрались. А также немного затронем вопрос вообще внутриигрового рынка карточек, паков и тому подобное. По уже моей общепринятой и стандартной классике, все тайм-коды в описании, просто классы по тайм-кодам, я их адекватно подозреваю, чтобы всем было удобно, комфортно и быстро получать информацию. Перед рекомендациями и гайдом по сборкам, начну с того, что в FIFA 23, то есть в предыдущей части, я награл более полутора тысяч часов, прошел ее вдоль и поперек, собрал тысячи, да что там тысячи, даже сотни ПК и крутилок на всех возможных кумиров, героев, сборок и так далее. Мой честный и объективный, по моему мнению, отзыв вы можете сейчас видеть и прочитать, он вполне актуален, если, то есть ничего не поменялось с тех пор. Кстати, я недавно зашел опять в FIFA 23, посмотреть, как там все происходит, вспомнить, что там у меня было, какие игроки, вот вы видите мой шикарный состав, под конец сухи такой был у всех. Кстати, напишите мне кто-нибудь, кто и зачем вообще покупает еще вот эти карточки, то есть у меня достаточно накопилось именно продаваемых вот этих карточек игроков, и я их выставляю вот сейчас периодически, когда вот недавно начал заходить, и их практически сразу же покупают. Притом тут залоченная цена их максимальная, но тем не менее их сразу же берут, то есть я ставлю максимальную цену и их сразу покупают. Не совсем понимаю, кому и зачем это сейчас нужно, что это для, кто-то еще продает монеты там, ну не знаю, в общем. Ну и вообще это я все к тому, что у меня есть достаточно уже большой опыт подобного такого дофаминного безумия. Собрал кучу паков, пооткрывал кучу и ПК, и всех возможных игроков перепробовал. Сразу скажу, что я никогда не продавал и не покупал монеты, и никому это делать не советую, поскольку это, насколько я знаю, это наказуемо. С самой компанией E-Sport, и вам могут заблокировать аккаунт, ну дело ваше, право ваше. Я лишь хотел сказать, что я этим никогда не занимался и заниматься не буду, мне это неинтересно. Мне неинтересно. И вообще, для чего я захожу и играю в FIFA, ну и уже и в K24, это для того, чтобы получить удовольствие от игры. Не от продажи, покупки, заработка какого-то там, если он вообще есть. Ну это минимальные вещи. На всякий случай покажу, как сейчас выглядит мой состав в данный момент. Состав не самый топовый, но вполне играбельный. Пятый дивизион, выше подниматься не хочу, поскольку хочу максимально быстро и без проблем выполнять вот эти еженедельные задания в Division Rivals. Ну и с учетом того, что я играю там без лишнего две недели, имею не самый лучший состав. Плюс еще я не привык к некоторым моментам механики игры. И переходя уже к сути ролика, предварительно внесу такую небольшую ясность, ну скорее всего это мое личное мнение будет только, что сам дроп в игре, он абсолютно рандомный. Не существует подкрученных или недоподкрученных, или каких-то забущенных аккаунтов, нет никаких, все абсолютно рандомно. Вам может выпасть кумир за 5 лямов на старте игры с обычного золотого пака, но также вам может он никогда не выпасть из того же профильного, допустим, пака на кумиры. Вы можете их открыть бесконечное множество точечных вот этих ипк, и вам не упадет никогда этот топовый кумир, ну какой-то мусор нападает там, который там меньше 100 тысяч монет стоит. Но такова суровая реальность 3A, и вы можете с этим смириться и перестать за это переживать, и постараться получить удовольствие, возможно, от других процессов игры, которые все-таки есть, и которых, возможно, больше смысла, чем просто открывать ипк и доставать от топовой карточки, пытаться достать. Ну а теперь я наконец-то перейду к основной сути этого видео. Проговорим более конкретно и с примерами уже. Первое и основное, на что стоит всегда обращать внимание, это вот эти вот испытания, которые временные. Центральные матчи, праздничные, новогодние, они довольно простые, довольно дешевые, поэтому всегда стараемся их выполнять. Они появляются и будут появляться под какое-то событие, там, то ли день рождения, или какой-то праздник, или, ну, центральные матчи практически всегда, ни под что не подвязаны, раз в неделю. Понятно, не пропускаем испытания ежедневного входа, если таковые имеются, а из бесконечных сборок ипк, на которые стоит обращать внимание, ну, по моему мнению, на которые единственное стоит обращать внимание, это премии и удушения разной лиги. На всякий случай дополнительно проясню, что мы стараемся использовать только непродаваемые карточки. Чаще всего в вашем клубе будут как раз именно такие, вы их получите с таких же непродаваемых паков, которые получили за выполнение каких-то заданий. Но при этом очень важно, старайтесь всегда делать акцент на получении паков именно продаваемых. Если есть где-то выбор, допустим, за награду выбрать продаваемый или непродаваемый пак, выбирайте всегда продаваемый, потому что вам понадобятся монеты в любом случае. Несмотря на то, что они здесь легко сейчас добываются, FIFA 24 или FK 24, они все равно вам нужны не столько как для покупки карточек или покупки игроков, а сколько для улучшения этих игроков. И речь идет именно про эволюцию, развитие игрока. Но об этом чуть дальше поподробнее. Понятно, если не хватает уже игроков, то обращаемся к продаваемым. То есть для этого лучше всегда сохранять, если есть место в клубе, если у вас нет конкретно сейчас потребности в монетах, лучше сохранять продаваемые карточки. Как только мы собрали сборку, мы получаем пак. Только вы их получаете, сразу же открываете, не накапливайте их, потому что важно будет то, что именно у вас выпадет с этого пака. И от этого мы будем отталкиваться, к какому паку переходить, к какому ЭПК переходить дальше для сборки. То есть если нам выпадает игрок Лалики или Премьер Лиги, то скорее всего мы пойдем либо добивать центральные матчи, если там есть потребности в конкретном игроке такого клуба. Или вернемся к основной сборке ЭПК, это премиум улучшения разной лиги. Здесь чаще всего у вас не будет проблем с первыми тремя вот этими сборками, которые Премьер Лига, Ла Лига, Немецкая Лига, Итальянская и Французская команда. То есть с ними никогда не будет проблем, чаще всего у вас необходимые игроки уже будут в клубе находиться, причем даже в большом количестве непродаваемые они будут. Но есть вот небольшие сложности в плане сборки, выполнения этого задания из Лики Либертадорес и Судоамерикано. По-моему так там называются эти Лики. И чаще всего, ну по крайней мере у меня, там не хватает игроков, чтобы достать из собственного клуба, который уже имеется, при этом не покупая их. Ну вот у меня не хватает полного количества, чтобы еще и выполнить ценное задание, чтобы общий рейтинг был минимум 74. То есть там немного высокорейтинговых игроков, а еще там чтобы не было повторений из клуба игроков, то есть из одного клуба нельзя набрать. Поэтому приходится чаще всего заходить на трансферный рынок и закупаться игроками. И как раз на этом хотел я сделать акцент, потому что если мы просто в лоб будем закупаться нужными игроками за ту цену, которая не стоит на рынке, то мы потратим довольно большое количество монет, а окупаемость может быть недостаточно. То есть ликвидность этой сборки, общей даже, она чаще всего будет не перекрывать затраченные монеты. И здесь я вам подробно расскажу, как закупаться нужными игроками, при этом потратив минимальное количество монет и получив максимальное количество выхлопа из этого. Собрать сборку, получить пак и перейти возможно уже к повторной сборке этого же задания. Чаще всего в 90% случаев у вас уже будет иметься достаточное количество игроков из трех клубов. Это River Plate, Boca Juniors и скорее всего Racing Club. А вот с остальными игроками, с остальных клубов, которые нужны именно высокорейтинговые, это 75+, или хотя бы 74, вот с ними будут проблемы. И они чаще всего довольно дорогие. И основная охота идет как раз за ними. В первую очередь мы будем стараться поймать вратарей, то есть мы будем закупаться вратарями, потому что они чаще всего выпадают в пакам другим игрокам и чаще всего они выставляются на продажу. Предварительно подготавливаем трансферную площадку трансферного рынка, то есть выставляем нужную лигу и сразу же выставляем нужный клуб. Это самый верхний, он Аргентинос Juniors. С него мы будем начинать и дальше по списку, вот вы список видите на экране, куда мы будем направляться. И это надо будет делать очень быстро, потому что рынок быстро обновляется, но при этом может не обновиться информация о проданном или купленном игроке. То есть вы можете его увидеть, как будто он продается, но попытайтесь его купить, а оказывается, что он уже давно продан. И тут своего рода происходит небольшая рыбалка. Да, мы именно забрасываем удочку, в виде наживки у нас ценник в 700 монет и мы пытаемся поймать нужного игрока, нужную карту. Проделав вот такую вот быструю пробежку по всем нужным нам клубам с целью найти нужного вратаря, мы доходим до последнего клуба, Racing Club. Мы переключаемся на другую категорию игроков, допустим, в этом Racing Club нас могут заинтересовать любые игроки, потому что там на разных позициях есть разные игроки, но чаще всего это либо защитники, либо ЦПшники, ну полузащитники. Поэтому мы переключаемся сразу же на защитников, смотрим и ищем защитника высокорейтингового, нету защитников, идем на полузащитников и потом дальше начинаем подниматься вверх. То есть дальше переходим к следующему клубу, Клуб Олимпия, там нас интересует именно ППшник, это Силва, больше там нет никого из интересных. Потом быстро переходим в Клуб Либертад, там нас интересует конкретно ЦЗшник, ЦЗшник это Барбоза. Дальше переключаться можем уже на полузащитников в общем и переходим выше, попадаем в Индепенда, тут это ДВ, там нас интересуют Фаравелли и Сарноза, это Цапник и Цопник. И еще там есть ЦПшник, но это все попадает под категорию полузащитник. Дальше переходим в Барселону, нас интересует Цапник, это Диас, Алианза Лима, там нам интересует это Куева или Куева, или Кьюва, не знаю как правильно его произносить фамилию, он с 54 рейтинга, но такие нам тоже нужны. И предпоследний это ППшник, тот же полузащитник Пабон. И последний это Аргентина Джуниорс, это как раз будет последний и он же будет являться первым клубом, с которого мы будем повторно начинать после того, как обновим трансферный рынок. То есть прошлись по вот этому кругу, никого не нашли нужного игрока за ту стоимость, которую мы поставили. Обновляем рынок, перескакиваем вот эти две вкладки, попадаем на свой клуб и обратно возвращаемся на рынок. Единственное, что надо будет это заново поставить позицию вратаря и начинаем опять так же с каждого клуба. И теперь можете сами посмотреть на то, как происходит вот этот весь процесс в реальной скорости. Я ускорять не буду и вам не советую, потому что вы ничего не поймете, как вообще это все происходит. И там будет подборка именно как раз с найденными игроками, которые я нашел за то количество монет, которые я выставлял, то есть по минимальной цене. Давай по новой, Миша. Not bad, not bad. Yeah, buddy! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Этих игроков, которые вы понаходили и купили таким способом, лучше всего, конечно же, запихнуть вот это задание сборки вот этих лиг аргентинских. Но можете их перепродавать. Единственный, наверное, нюанс, что подобная вообще рыбалка, возможно, только как и реальная рыбалка в определенное время. Самый лучший клево будет в определенное время. Это вечернее и до 10 часов вечера, то есть начиная где-то с 6-7 вечера, пик будет вот это 8 часов или 9 часов вечера, когда обновляются вот эти задания, появляются новые ПК. И тогда у вас намного больше шансы поймать нужного игрока за ту стоимость. Понятно, нет смысла этим пытаться как-то спекулировать, потому что много монет вы не получите. Это в основном такой бюджетный трейдинг, если вообще его можно назвать трейдингом. Что делать с остальными игроками, если мы, допустим, не тратим их на вот эти мелкие лиги, не премиум улучшения, вот эти обычные. На них я не вижу никакого смысла тратить игроков, даже если у вас все эти игроки есть в клубе, то окупаемости, ну, слабенькие там паки. Поэтому не тратьте времени, лучше всего вот этих лишних игроков, которые с других клик, лучше всего тратите на выходящие, допустим, сборки один из трех золотых редких игроков. Или там 2.81+, вот сейчас есть, или там 2.8 или 3.80+. Ну, лучше всего, когда есть выбор, там, один из трех, или там один из четырех, это вообще идеально там. Ну, один из трех чаще всего будет, один из трех 78+, один из трех 80+, и так далее. Вот, идеально будет туда их всех засовывать, а до этого лучше храните, копите. Ну, вообще, касательно того, куда лучше тратить монеты, на какие карточки, на каких игроков, это понятно, на тех, которыми хотелось бы вам именно поиграть. Ну, что я вам бы советовал, это обратить внимание на развитие игроков или на эволюцию. И там, под эти эволюции, понятно, будут подходить определенные игроки. Это вполне могут быть какие-то базовые кумиры, но с учетом эволюции они могут превратиться в топовых кумиров. Вы вполне можете его купить на рынке за эти же монеты, и плюс еще потом оплатить эволюцию этого игрока. И тем самым получите ту карту, которая вполне окупит ваши затраты. Ну, чаще всего она окупит ваши затраты, и если, допустим, это был вам интересный какой-то памятный игрок из какой-то сборной или команды, то вы получите двойное удовольствие от того, что мало того, что он в вашей команде, так вы еще его прокачали, и он вполне играбельный на уровне. Из личного примера могу посоветовать Талишко. Для меня в данный момент это просто топовая карта, поскольку, ну, сами видите, мой состав. Кстати, оцените его показатели исполнения стандартных. Как вам завершение, подкрутка, сила. У него единственный там минус, это по пенальти. То есть пенальти он бьет не идеально. Кстати, по поводу пенальти, я думаю, большинство уже знают, но на всякий случай проговорю. Это фишка еще с FIFA 23. Вратари бывают иногда, ну, по моим подсчетам, в 30% случаях, перед тем, как вы ударите, они, бывает, могут дернуться в какую-то сторону. Как будто там в попытке перехватить мяч. И это значит, что автоматически он уже будет прыгать или отбивать именно в ту сторону, в которую он перед этим дернулся. То есть, как в этом случае, он дернулся в левую сторону, он будет именно прыгать именно в ту сторону. И поэтому вам остается только любым ударом, хоть парашютом, хоть катнуть вообще, ударить противоположным. Это что касается эволюции игроков. И подводя итог, собираем в основном премиум улучшения разных клик. Это единственный из постоянных паков, бесконечно которых есть смысл собирать. Остальные карты, золотые или низкорейтинговые, редкие, тратим на пики, которые выходят или ждем, пока они выйдут. Ну, а если вы, так сказать, проиграли всю Викинг Лигу, там не набрали даже 11 побед, или в Division Rivals у вас не пошло, и вам срочно надо получить хоть какую-то дозу дофамина, и у вас есть на это деньги. Деньги есть. Можете, конечно же, в магазине купить какой-то пак, но хотя бы берите продаваемый. Чтобы был какой-то в этом смысл. Потому что, ну, в 99% вам ничего не выпадет, и вы лишь больше себя загоните вот эту дофаминовую яму в целях и в надежде получить вот эту дозу. Вы ее не получите, потратите больше и больше денег. Потом, в конечном итоге, вы можете получить какую-то топовую карточку или хотя бы окупаемую карточку. Вы все равно не получите того удовольствия, потому что вы уже потратили слишком много денег на это. Поэтому покупайте, ну, только продаваемые. Непродаваемые нету смысла. Даже все топовые карты, которые там могут выпасть, они через полтора-два, ну, в крайнем случае через три месяца, они перестанут быть топовыми. Даже могут перестать быть актуальными, в принципе. Всем спасибо, желаю всем удачи. Пробуйте, задавайте вопросы, если остались какие-то вопросы в комментариях. Благодарю за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...